Русский черный терьер. В отечественном кинематографе, в тех фильмах, которые посвящены теме гулага, зонам, лагерям, обычно показывают вертухаев, то есть охрану лагеря, с собаками породы восточноевропейская или немецкая овчарка. Никакую другую породу в кино по теме зэки мы не увидим. Но какие еще собаки использовались для охраны заключенных? В 1984 году FCI, Международная кинологическая федерация, официально признала и зарегистрировала новую породу русский черный терьер. В СССР, собственно, как порода, она была зарегистрирована уже в 1981 году. До этого времени она считалась породной группой. Эту породную группу, черный терьер, впервые продемонстрировали публики на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1955 году. Как же эта собака появилась? А вот как. После Великой Отечественной войны стало ясно, что потери служебных собак во время боевых действий были огромными, и стране катастрофически не хватает специальных собак. Но универсальной собаки, универсального, так сказать, солдата, который мог бы нести любой вид службы, как в военное, так и в мирное время, не было. И тогда на самом высоком уровне было принято решение создать породу собак со следующей к ней требованиями. Будущая собака должна была быть крупной, второе – интеллектуальной, третье – легко обучаемой, четвертое – неприхотливой, пятое – холодоустойчивой, подразумевалось применение в районах Крайнего Севера, шестое – длинношерстный, но не линяющий, минимальный уход, седьмое – выдержанный, спокойный, крепкая нервная система, восьмое – выносливый и работоспособный, девятое – контактный и преданный человеку, десятое – злобный и недоверяющий посторонним, одиннадцать – незаметного, не пестрого окраса. Да как же такую породу создать? Задача была не из легких, так как здесь присутствует взаимоисключающее качество. Заняться выведением новой породы было поручено питомнику Красная Звезда. Первоначально пытались скрещивать немецкую овчарку с лайкой, ничего хорошего из этого не получилось. Стало понятно, что придется повозиться, так как для решения этой задачи нужно было применить так называемое межпородное или многопородное скрещивание в разных комбинациях. К выведению новой породы были привлечены такие породы собак, как Эрдельтерьер, Ротвейлер, Пудель, Лайка, Немецкая овчарка, Кавказская овчарка, Южно-Русская овчарка, Ньюфаундленд, Ризенснауцер, Дог, Гончая и Доберман. Но в конце концов основополагающими породами стали Эрдельтерьер, Ротвейлер и Ризенснауцер. В результате этого метисного скрещивания появилась гордость нашей отечественной селекции – черная жемчужина или черныш. Родоначальником породы был признан Ризенснауцер по кличке Рой. От него получались с завидным постоянством крупные шерстистые и черные щенки. Порода с начала 50-х годов шлифовалась и оттачивалась аж до самого 1984 года, когда в Мехико ее официально признали на Международной Ассамблее. Что же в итоге получилось? А вот что. Но в настоящее время встретить на улице русского черного терьера можно совсем не часто. А зря. Собака действительно уникальна. Так в чем же ее уникальность? Получилась собака, сочетающая в себе несочетаемые качества. Во-первых, несоответствие названия породы с кровью самой собаки. Собака называется терьер, а на самом деле это совсем даже не терьер. Порода относится согласно всем классификациям к мастифам или молоссам. Но во-вторых, это самое главное, успешное сочетание всего задуманного разработчиками этой породы. Размеры. Кобель может быть выше стандартного письменного стола и может достигать подоконника. Злобность. Поразительная выносливость и здоровье собаки, то есть ее служебно-караульное качество. Может одним толчком свалить крепкого мужчину. Сочетание с полным миролюбием и игривостью. Это вам не дебильные тупоголовые породы бультерьеров, питбулей и стафарширских терьеров и им подобных, этих убийц всего живого и даже маленьких детей. Это страж и добрый друг в одном лице. А знаете, что абсолютно признав эту породу, весь этот запад с его терапевтическими ассоциациями, используйте ее в своих медицинских целях. Для помощи больным с ДЦП, СДВГ, для восстановления после инсульта, а также для социализации людей, в том числе детей с аутизмом. Это вам сразу и охранник, и каниц-терапевт в одном флаконе. Но не старайтесь сделать из него цепного пса, не сажайте его у себя в загородном коттедже на цепь. Ему нужны движение, простор и, конечно, ваша любовь. А уж за его преданностью дело не постоит. Ведь черныш, атакуя, не просто хватает, а сильно кусает. Есть огромная разница между этими терминами. Просто схватить – это одно, а укус подразумевает и проникновение, и вращение, и вырывание. Эта собака в момент атаки нацелена сразу и на ноги, и на пах, и на живот. Недаром, что эту собаку называют еще «черная смерть». Ну а что касается мирных соревнований, так здесь РЧТ, конечно, тоже не отстает. Всегда великолепные показатели на выставках, в собачьих фотосессиях, в кинологических фристайлах и в танцах с собаками. Так что, как видите, у нас в СССР получались не только ракеты и балет, а еще вот такие вот строгие, но очень милые создания. Кстати, к слову, а какую собаку подарил Путин Уго Чавесу? Правильно, щенка русского черного терьера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова